Всем привет! С вами компания Goodwillстрой. Кто-то скучает на карантине, мы продолжаем работать. Сегодня я вам хочу показать наш новый объект. Это двухкомнатная квартира площадью 87 метров квадратных. Находится она в ЖК Тургене. Если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь. С каждым днем все больше и больше обзоров, больше полезной информации. Я думаю, вам понравится. Итак, мы с вами на кухне. Кухню мы здесь объединили с лоджией. Полностью демонтировать нам эту стену не удалось, так как часть стены оказалась монолитной. По сути, мы здесь убрали подоконную часть, оконный и дверной блок и откос с правой стороны. Стена и ригель здесь остались. Балкон мы, как всегда, полностью утеплили. Утепляем балкон пеноплексом толщиной 5 сантиметров и также сверху газобетонный блок толщиной также 5 сантиметров. Также пеноплексом утеплен потолок и пол. На балкон мы вынесли радиатор отопления. Закрыт он у нас сейчас такой мебельной конструкцией. Также эта конструкция будет использоваться как скамья. Здесь будут еще мягкие подушки. Здесь будет стоять обеденный стол. Радиатор, естественно, от застройщика мы заменили, так как у нас увеличилась отапливаемая площадь. Сюда мы установили радиатор высотой 40 сантиметров и длиной 2 метра 60 сантиметров. Плюс в дополнение к радиатору здесь используются теплые полы. Их мы разделили на две зоны. В зоне лоджии у нас уложен термокабель. Он укладывается в стяжку. на утеплитель. И он имеет более высокую мощность по сравнению с матами, которые у нас уложены в зоне кухни. Они больше предназначены для комфорта, то есть просто для нагрева плитки. Здесь у нас уже установлен кухонный гарнитур. Вот обратите внимание на примыкание столешницы и плитки. Рабочая зона здесь у нас облицована терамогранитом. Нет никаких плинтусов, уголков и тому подобное. Это очень красивый и в то же время практичный вариант. Ничего там не забивается. Изначально от застройщика эта стена была, вот по которой установлен кухонный гарнитур, она была шумоизолирована каменной ватой, так как с обратной стороны лифтовый холл. Задумка хорошая и каменная вата, собственно говоря, отличный материал. Но как на нее вешать кухню? Вот возник такой вопрос. Поэтому эту стену мы полностью разобрали, собрали ее из гипсокартона, также мы заложили туда шумоизоляцию и первый слой для более высокой несущей способности зашили фанерой и следующий слой уже гипсокартоном. Поэтому сейчас без проблем тут висит кухня, все надежно. Вентиляционный канал идет за фальшстеной и выходит вот прям в месте подключения вытяжки, поэтому здесь даже сверху с потолка нет никаких опусков. Узел учета мы, как всегда, перенесли под мойку. Вот здесь же мы установили фильтры грубой очистки воды и здесь у нас установлена система против протечек. Также здесь много групп света, такие вот светильники над рабочей зоной кухни. Здесь отдельная группа над островом люстры, люстра над обеденным столом. Также здесь еще дополнительные светильники. Короче, полно света. Получилась светлая и красивая кухня. Идем дальше. Это у нас прихожая. Начнем с входной двери. Ее мы не меняли. Входная дверь осталась от застройщика, так как она здесь более-менее качественная. Заменили внутреннюю накладку одной двери, установили ее в цвет межкомнатных дверей. Собственно говоря, и приобретается эта накладка вместе с межкомнатными дверьми. Откос обрамили доборами, наличником. Это самый практичный вариант из всех существующих. Гораздо практичнее, чем оставить просто окрашенный откос или клеить их обоями. Электрический щит у нас по классике установлен в шкафу. Не совсем понимаю, как некоторые застройщики устанавливают электрический щит над входной дверью. Во-первых, он всегда мозолит глаз. И во-вторых, чтобы добраться до него, надо принести там или табуретку, или стремянку. На мой взгляд, не совсем удобно. В прихожей здесь получился такой большой встроенный шкаф с поворотом в сторону спальни. Это тоже все функционально. Полно разных систем хранения. Изначально от застройщика здесь была перегородка, которая отделяла прихожую от комнаты. Ее мы демонтировали, объединили этот коридорчик с прихожей. На полу здесь у нас уложен крупноформатный керамогранит размером 1200 на 600. Укладывается такой керамогранит с помощью СВП. Это система выравнивания пола. Так как крупноформатный керамогранит почти весь имеет такую горбатую форму. И для того, чтобы максимально прижать его к поверхности, используется система выравнивания пола. К примеру, здесь у нас везде уложены теплые полы. И теплые полы укладываются до выравнивания пола, так как слой небольшой. И тем самым мы получаем идеальное основание, к которому можно максимально прижать этот керамогранит. Это у нас спальня. Здесь мы заменили радиатор от застройщика. Поставили такой вот красивый трубчатый радиатор. Также заменили подоконник. Подоконник здесь из натурального камня. Это мрамор с очень красивой натуральной текстурой. Все стены в этой квартире выполнены под окраску. Окрашивали по гладкому флизелину. Вообще, как делается подготовка под окраску. Изначально стены, естественно, штукатурятся. Затем шпаклюются под обои, оклеиваются гладким флизелином и по гладкому флизелину уже красится. Для чего нужен флизелин? Флизелин это армирующий материал, который предотвращает появление усадочных тречин, так называемой паутинки. То есть, если покрасить без флизелина, вы будете потом со временем или наблюдать эту паутинку, или вам придется перекрашивать стену. То же самое с потолками. Потолок здесь из гипсокартона. Он также пошпаклеван, оклеен флизелином и окрашен. На полу у нас уложен ламинат. Плинтус здесь использовали под окраску. Он из дюрополимера. Производитель Orac Decor. Отдельно хочу остановиться на стыковке напольных покрытий. Очень важно еще на черновом этапе работ знать толщины всех напольных покрытий. Для того, чтобы залить стяжку таким образом, в разных уровнях, чтобы все напольные покрытия у вас были в одной плоскости, как здесь собственно говоря и сделано. Также стык ламината с керамогранитом здесь сделан без каких-либо порожков, стыковочных планок. Как это делается? Ламинат подгоняется к керамограниту на расстоянии 3-4 миллиметра. То есть остается такая вот небольшая щель и она потом заполняется герметиком в цвет плитки или ламината. Здесь использовали серый герметик. Он подходит в цвет плитки. И тем самым получается такая красивая стыковка. Это ванная. Изначально от застройщика санузел был раздельный. Мы его объединили. Получилась красивая просторная ванная. Сама ванная здесь из искусственного камня. Вот внимание как делается стык керамогранита с самой ванной. Так же как на кухне без всяких плентусов и уголков. Как это делается? То есть сначала укладывается керамогранит в соответствии с высотой ванной и она потом задвигается под плитку. Можно сделать наоборот. Сначала поставить ванну и опустить на нее керамогранит. И шов заполняется специальным сантехническим силиконом. В итоге получается красиво, эстетично, минималистично. Смеситель здесь скрытого монтажа. Здесь он состоит из трех частей. То есть это излив, лейка и верхний душ. Сам блок устанавливается на стадии черновых работ. И финишная часть уже устанавливается после укладки плитки вместе со всей сантехникой. Здесь у нас узел учета с фильтрами. Также здесь установлена система против протечек. Давайте покажу, как это выглядит. Вот все удобно, в свободном доступе. Также здесь сделана такая декоративная LED-подсветка в алюминиевом профиле. Здесь огромная система хранения. То есть так как балконов в этой квартире не осталось, здесь можно хранить разные бытовые принадлежности. Полотенцесушитель здесь электрический, так как место расположения его не позволяет сделать водяной именно в этом месте, потому что трасса получается очень длинная и корректно работать он не будет. Но электрический полотенцесушитель вообще вещь супер практичная. Захотел включил, захотел выключил. Вот такая ванная. Эту комнату также объединили с лоджией. Лоджию также основательно утеплили, как и на кухне. Здесь будет установлен рабочий стол. Он не будет примыкать к стене. Поэтому в полу здесь сделана такая вот розетка. Три розетки 220 и интернет. Очень удобно. Она будет находиться рядом со столом. То есть провода от компьютера или еще от каких-то бытовых приборов не будут мотыляться по полу. Вот все удобно. Радиаторы здесь точно также закрыты, как и на кухне. Такие же мебельные конструкции. Также можно будет здесь посидеть, посмотреть на город. Двери межкомнатные от компании Волховец. Красивые минималистичные двери. Как всегда очень качественно установлены. Обратите внимание на примыкание наличника к стене. То есть стены идеально ровные. Соответственно наличник также идеально примыкает. Вот такой обзор у нас получился. Со стоимостью наших работ вы можете ознакомиться в описании к данному видео. Также не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни один наш новый выпуск. Всем пока, до новых встреч!